МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, какие важные решения были приняты на мероприятии на этом? Мы провели вчера парламентские слушания. Тема достаточно важная. Об соответствии на природопользовании на территории республики Саха-Якутия. Эту тему обсуждаем мы не первый год. Начали эту работу еще в 2014 году. В 2015 году продолжили. В 2016 году провели тоже соответствующие мероприятия. Цель и задачи понятны, поскольку мы республика сырьевая, надо признать. И доходы нашего бюджета в основном состоят из тех доходов, которые производят наши добывающие компании. Но с этим сопряжена еще другая ситуация, связанная с экологией. Поэтому мы требуем, чтобы все природопользователи, включая нетропользователей, соблюдали соответствующее наше законодательство по охране окружающей среды. Ну и третий аспект, он связан с социальной ответственностью компаний. У нас есть достаточно яркий пример некоторых компаний, включая, начиная с Солросы, которые вкладывают очень серьезные суммы на социальную поддержку населения нашей республики. Вот поэтому вокруг этой темы состоялось обсуждение. Выступили соответствующие руководители Министерства ведомства нашей республики. Основным докладчиком был Андрей Анатольевич Панов, министр промышленности и геологии, поскольку основные вопросы касаются его министерства. Выступил министр охраны природы нашей республики Сахамин Муланоч Афанасьев, контролирующий наши органы. Значит, мы пригласили специально для выступления именно крупные компании, которых у нас порядка 30 в республике. Которые владеют порядка тысячи с лишним лицензиями. В целом, лицензиатов метропользователей порядка 500 в нашей республике. И вот мы попросили специально выступить руководителя компании E-TEC, руководителя компании Vostok Engineering, представителя Трансниф Востока, Газпром Догуча Ноябрьск, который является одним из основных заказчиков на промысле, и представителя Алданзолота. Мы пригласили и другие компании, кроме компании LROS, поскольку мы его заслушали буквально на той неделе, по исполнению рекомендаций парламентских слушаний по экологической ситуации вокруг реки Марха. Вот почему мы их не стали заслушивать. Ну и, значит, поскольку они достаточно подробно рассказали о своей деятельности именно на прошедших мероприятиях. Лазир Михайлович. Значит, ну, суть в том, что мы еще раз рекомендуем всем природопользователям заключать соответствующие соглашения. Это раз. Во-вторых, в прошлом году мы приняли специально экологическую доктрину республики Саха-Якутия. Мы рекомендуем всем настоятельно принять круговодство по исполнению вышеуказанных важных документов и разработали соответствующие планы по реализации этой экологической доктрины. В целом, рекомендации достаточно серьезные, объемные, большие. Ну и в результате обсуждения были внесены дополнительные предложения, которые будут учтены при окончательном утверждении наших рекомендаций. Владимир Михайлович, вот как раз хотелось бы узнать об этих рекомендациях все-таки нам, как простым обывателям, да, которые жителям республики, которые любят свою природу и так далее. Значит, вот ответственное отношение при природопользовании. В чем заключается? То есть, либо это не нарушение этой среды, либо при нарушении среды возмещение этого ущерба. В чем именно? Ну, начну, наверное, с того, что еще пару лет тому назад нам был внесен проект республиканского закона о социально-экологической ответственности недропользователей. Мы этот проект специально запустили на предмет получения предварительного заключения. К сожалению, было очень много отрицательных заключений, поскольку данный проект, который был инициирован группой народных депутатов, значит, имеет противоречие с федеральным межсерфиканским законодательством. Вот поэтому мы были вынуждены его серьезно переработать, в том числе вплоть до названия данного законопроекта. Я сразу скажу, что основным автором первого проекта являлся Кирилл Николаевич Дмитриевич, наш уважаемый эколог, руководитель. Но еще раз повторяю, что данный проект серьезно переработан с учетом тех замечаний, связанных с несоответствием федеральному законодательству. Вот мы данный проект, скорее всего, рассмотрим уже в режиме первой осени, если получится в декабре этого года. То есть сейчас нельзя приоткрывать завесу? Да чего же нельзя делать? Или что нужно делать для того, чтобы мы ответственно относились к нашей природе? Да, там есть моменты, касающиеся непосредственно тех вещей, о которых Вы говорили, что нельзя делать, что можно делать, как можно заниматься. В общем, законопроект, он такой достаточно объемный, серьезный, поэтому мы, наверное, более подробно как раз обсудим в декабре. И на этих парламентских слушаниях мы каким-то образом, скажем так, почти презентовали, что есть у нас такой проект. Мы направим еще раз официально всем природопользователям, чтобы они также внесли свои предложения и замечания. Ну и, естественно, направим соответствующие органы, чтобы они дали официально заключение. А накануне о чем договорились? Значит, мы по мере получения ответов, там, соответствующих замечаний, будем работать над этим законопроектом. Хорошо. Владимир Михайлович, Вы инициируете также законопроект о вечной мерзлоте. Многие ученые считают, что особенно в Центральной Якутии, значит, лед тает достаточно интенсивно. И насколько это скажется вот на новых промышленных, так скажем, ответвлениях, промышленной работе у нас в республике, ну и, естественно, в части метанольного завода? Каково Ваше мнение? Да, Вы знаете о том, что в 2015 году около 200 государств собрались в Париже, чтобы обсудить вопросы, связанные с изменением климата. Но в результате многолетних исследований был признан факт о глобальном потеплении. И в результате в Париже вот эти государства подписали меморандум о том, что будет ограничивать потепление климата не более полутора градусов, поскольку потепление связано прежде всего с влиянием человека на окружающую среду, с развитием целым человеческого общества. И вот в рамках этого в стране сейчас проводятся разные мероприятия. Буквально мы сегодня совместно с Сиренградским гидравлическим институтом будем проводить телеконференцию на эту тему. И вот в прошлом году у нас появился проект закона о охране вечной мерзлоты, над которым мы работаем уже почти в течение года, поскольку законопроект он непростой. Ну и на сегодня практически вышли на то, что ряд законодательных органов субъектов поддержали нашу инициативу. Наш спикер Александр Николаевич Жуков буквально осенью этого года выступал на заседании Ассоциации законодателей Дальнего Востока. Так а в чем именно эта инициатива заключается? Нет, вечная мерзлота, законопроект. Получили поддержку и северных регионов на совещании, которое проводилось в Сиренграде. Суть достаточно простая. Нам необходимо принять необходимые меры для того, чтобы минимизировать воздействие на мерзлоту с тем, чтобы это в свою очередь не повлияло на наши отрасли народного хозяйства, прежде всего строительного отрасли, поскольку головальное потепление влияет практически на все то, что строится и строилось и было построено на нашей территории, поскольку простой пример, наши объекты практически все они на сваях, построены, используя фактор вечной мерзлоты. И нам необходимо принять соответствующие меры, начиная с законодательных актов, для того, чтобы не допустить дальнейшего влияния, отрицательного влияния на эту вечную мерзлоту. Сколько это? В декабре вы буквально выйдете в Москву для того, чтобы принять участие, выступить в Совете Федерации. Оригинальный час будет посвящен проблемам именно Республики Саха-Якутия. Скажите, пожалуйста, о чем там будете говорить? На какую тему доклад? Значит, ну, там в Совете Федерации действительно состоится так называемая оригинальная часть. Одновременно в шести и семи комитетах Совета Федерации будут обсуждаться проблемные вопросы Республики Саха-Якутия, в том числе вопросы, касающиеся тем нашего комитета. Поэтому мы будем выступать и по вопросам о внесении изменений закононедрых Российской Федерации, законодательства в охране окружающей среды, включая вопросы, касающиеся той же вечной мерзоты, мамонта, фауны и так далее. Ну, вот то, что вот по второму, по предыдущему вопросу, касающемуся метанольного завода, значит, вопрос, он на сегодня достаточно актуальный, обсуждается на всех площадках. Ну, мнение комитета я свое высказывал. Во-первых, в целом, в нашей Республике для того, чтобы развиваться в дальнейшем, конечно же, нужно развивать местное производство, переработку того или иного вида сырья, будь это нефть, газ, алмазы, золото, олово и так далее, и так далее. В этом плане нам необходимо иметь производство чего-то. Вот только в этом случае у нас могут появиться дополнительные доходы и так далее. Но мы действуем в рамках законодательства, которое прописало соответствующий четкий алгоритм, четкий регламент действий при принятии определенных решений. Вот, поэтому, значит, мы будем принимать... Владимир Михайлович, у нас время заканчивается. Благодарю вас за беседу и напоминаю нашим телезрителям. У нас в гостях был председатель постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.